Петровская игрушка, визитная карточка Костромы и в то же время одна из загадок народного промысла. До революции о ней знали лишь жители соседних деревень. Эти глиняные фигурки, покрытые зелёной глазурью, в древности были оберегом. «Это сейчас мы её сделаем здесь, в Костроме. А в старину она всё-таки была именно деревенская, крестьянская. Петровская игрушка и, как многие другие гончарные промыслы, снабжали своим товаром где-то в радиус 50 километров. Вот поэтому город о ней не знал». Один из главных героев – перун-громовержец в виде оленя, покровитель мужчин. Посылал на землю дождь, отчего у него на шее воротник из капель. А главный женский образ – Макша, покровительница плодородия и судьбы. «Руки подняты к солнцу, к небу. Именно она, считалось, живёт на болоте, там придёт пряжа у нити человеческих судеб. Вот ей мы за солнце благодарны. Она нам солнце выпускает. Отсюда и плодородные знаки. На подоле у неё колосья нарисованы, называется «Встающая хлеба». Каждая игрушка – свистулька. Потому мастера то и дело проверяют их звучание. У фигурки поменьше, тон высокий и звонкий, у больших – глухой и глубокий. «Чистый или не чистый звук? Чтобы не сыпело, не шипело. Ну, высота звука в этих наших свистульках зависит, конечно, от объёма камеры. Если камера, вот это был дакостритненький размерчик, достаточно крупный, то и сейчас возьмём один из самых крупных, посвистимый». Костромская губерния с древности славилась своими гончарами. Игрушки из местной глины покрывали свинцовым суриком. Технология, разработанная для китайского фарфора, ещё во втором веке до нашей эры. Рисунки на петровской игрушке перекликаются с орнаментом на старинных вышивках, прялках и резных наличниках. Вдохновение мастера получали, пройдясь по родной деревне.